Так, давайте с вами начнем. Я представлюсь, меня зовут Шашкова Мария, в компании Туи я занимаю позицию ведущего менеджера по направлению и, собственно, являюсь экспертом Кавказских минеральных вод региона курорта. И сегодня мы с вами познакомимся с данным курортом поближе. Примерно час-полтора займет наш вебинар, потому что это будет такое больше стартовое погружение в данное направление и мы тем самым открываем серию вебинаров уже в дальнейшем более глубокую, более с глубинным погружением в курорты. Да, Пятигорск, Есентуки, Кисловодск и Железноводск. Это будет в дальнейшем, потому что тема оздоровительного и лечебного отдыха достаточно сложная и требует проработки определенной, определенных знаний, которые очень трудно уложить, если мы говорим обо всем сразу. Поэтому сейчас такое вот общее погружение, общая информация. Давайте с вами приступим. Мы предлагаем данное направление с прилетом в аэропорт минеральных вод на регулярных рейсах разных-разных авиакомпаний из многих городов нашей страны. Как прямые перелеты, так и с пересадкой. Здесь примерно обозначено только несколько городов, которые у нас есть на сайте, туры, которые у нас есть на сайте. Это, естественно, не все. То есть мы хотим сказать, что в минеральные воды мы можем попасть практически из любой точки нашей страны, что делает этот курорт очень доступным. Что такое Кавказские минеральные воды, где они расположены? Кавказские минеральные воды как регион, как область курортная, входит в состав Ставропольского края и включает в себя много городов, поселков, но только четыре из них имеют статус курорта. Это Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. Здесь на карте представлен аэропорт Минеральные воды и, собственно, лучами расходятся сами курорты. Ближайший курорт к аэропорту является город Железноводск, город-курорт, сейчас курсор включу, город-курорт Железноводск. Примерно трансфер занимает где-то 25-30 минут. Дальше у нас Пятигорск ближе всего, он тоже в районе 30-35 минут. Ессентуки и самый дальний курорт – это город Кисловодск. Между собой тоже города соединены дорожным сообщением и есть железнодорожное сообщение. Можно добраться разными способами. От самого ближайшего к аэропорту Железноводска до города-курорта Кисловодска примерно два часа в среднем с учетом трафика может занять дорога. То есть если мы выбираем один курорт для проживания и у нас длительное пребывание на отдыхе, то мы можем себе позволить вполне выходить в другие города для культурного ознакомления, прогулок и многое другое. То есть транспортная доступность в курорте развита отлично. Давайте более подробно рассмотрим уже наши курорты. В чем преимущество Кавказских минеральных вод? Это в том, что безусловно данный регион является всесезонным для туризма. Если говорить о лете, лето теплое, даже жаркое местами, но все равно прекрасное, потому что все вокруг зеленое, все цветет, жизнь активна. И многие приезжают в данный регион летом как раз не для санаторно-курортного отдыха, а, например, для осуществления каких-либо выездов и прогулок, выездов во ближайшие регионы. В целом просто как туры выходного дня. Но все же нужно понимать, что это ближе к Акватеру, это южные территории, соответственно, лето бывает очень-очень жарким. А каких-то рек или озер для того, чтобы искупаться в жару, курорт не располагает, то есть их не так много. И в основном местные жители, естественно, оккупируют эти территории из-за невыносимой жары. Поэтому сезоном в Кавказских минеральных водах считается весна, где-то начиная с апреля, май и начало июня. И осенний период, бархатный сезон, когда начинается в Сочи, начинается активный сезон в Кавказских минеральных водах. То есть это конец апреля, ой, не апреля, простите, августа, то есть я бы даже сказала, наверное, все-таки сентябрь до начала ноября. Потому что осень сухая, достаточно много солнечных дней, и вот эта золотая осень, она очень долго длится на этих территориях, достаточно комфортна для прогулок, в районе плюс 5, плюс 12 градусов там может быть. И если мы говорим о зиме, зима тоже мягкая, комфортная и располагает для прогулок. Поэтому это все сезонный курорт, мы выбираем только тогда, когда мы больше хотим прогуляться, или, например, посвятить отдых оздоровлению или лечению внутри санаториев. Особенности размещения. В санаториях, в отелях, ну, скорее тут больше о санаториях идет речь. С чем чаще всего агенты обращаются к туроператору, и с чем чаще всего туристы обращаются к агентам. В санаториях есть особые часы расчета, то есть заселения и выезда. Вот здесь представлены с 8 до 8 часов, с 0, 0 до 0. Это не значит, что во всех санаториях такое расчетное время. Это то, чем отличается достаточно большое количество объектов размещения, выставляя такой расчетный час. То есть мы заезжаем, можем заехать с 8 часов и освободить номер на следующий день до 8 утра. Если по нулям указано здесь, это означает, что это расчет по дням. То есть мы можем заехать, например, 1 числа в 0, 0, 01 минуту, и выехать должны, например, 5 числа в 23, 59. С учетом особенностей расчета туроператоров по ночам создания туров есть некоторые сложности для публикации такого продукта, и в целом для агента, чтобы понять, насколько корректно он бронирует выезд для гостя. Поэтому здесь надо быть очень внимательными. Такие санатории, известные санатории, как «Заря» или «Горный воздух» имеют такой расчетный час. Поэтому вы бронируете, допустим, 9 ночей. Мы для вас вручную в санатории уже бронируем то количество дней, которое должно подходить под данное размещение. Но все равно лишний раз обязательно пропишем, что выезд будет такого-то числа до 23, 59. Это важный момент, который позволяет избежать каких-то сложностей. Сложности для гостей при заселении и выезде, соответственно. Далее. Справка об эпид-окружении. Это наше наследие от ковидного прошлого. Оно все еще действует на территории Ставропольского края и во многих санаториях. Это обязательная справка для заселения. И не только санаториев Ставропольского края, а в целом. Ее необходимо в обязательном порядке получить в медицинском учреждении по месту прописки у дежурного врача или у старшей медсестры. И справка выдается бесплатно, говорит о том, что за последние 14 дней вы не имели контакта с ковид-заболевшим. И справка действительно в течение трех дней. Курортный сбор. Также предупреждайте ваших туристов о том, что при заселении в санаторий на ресепшене попросят оплатить курортный сбор, который введен с 2017 года и составляет 50 рублей с человека в день. Мой любимый пункт третий – общетерапевтические и оздоровительные путевки. Чем отличаются, как легко запутаться, потому что оздоровительные от слова «здоровье». Вроде как мы едем туда за лечением. Что же входит, что же не входит. Итак, большинство санаториев переходит уже на новую структуру обозначения своих программ пребывания. Например, если это тур с лечением, путевка с лечением и процедурами, она всегда будет называться с лечением. Например, полный пенсион плюс лечение или плюс какая-то конкретная программа. Детокс, антистресс, урологическое, женское, мужское здоровье и так далее. Но многие санатории еще остались в этих классических шаблонных санаторных обозначениях, как общетерапевтическая путевка и оздоровительная путевка. Общетерапевтическое равно лечении всегда. То есть это лечение с определенным набором процедур, которые будут входить в стоимость данной путевки. А какие процедуры, сколько будет назначать врач после первичного осмотра в санатории. А оздоровительная путевка, считайте, что это просто пребывание в санатории. Это а-ля отельное размещение. То есть будет входить питание, которое выбрал гость, будет входить проживание в выбранной категории, но не будут входить никакие процедуры и фактические лечения. Почему я не хочу говорить, что да, там может быть набор, например, первичный осмотр врача, чем какой-нибудь ЛФК или что-то еще, потому что это не во всех санаториях. Далеко не во всех. Возможно, первичный осмотр врача в 99% санаториев предоставляется, но, к сожалению, так как мы не можем объединить это в один общий фактор, я предлагаю и всем рекомендую, агентам, и сама, когда рекомендую туры продаю, хочу обозначать, что оздоровительная путевка – это без лечения просто отельное пребывание в санатории и пользование общей инфраструктурой санатория. Если есть в общей доступности бассейн, то гость сможет им пользоваться. Если есть бювет, он может им пользоваться. Если на территории санатория, она огромная, есть свои собственные терренкуры, он может им пользоваться. Но никакие ванны, даже если они могут входить, ЛФК, даже если оно может входить, лучше это не обозначать, потому что, во-первых, все меняется, во-вторых, достаточно часто меняется, и, во-вторых, не во всех санаториях это есть. Да, справка обязательно во всех санаториях и пансионатах. На текущий момент, да, это зафиксировано, эта справка обязательно, и без нее не заселяют гостей. К сожалению, такие случаи неприятные есть. Как и есть обратные случаи, да, когда заселяют. Но все же мы не хотим подвигать ни вас, ни гостей никакому риску неприятным ситуациям на месте, поэтому эта справка обязательно. Небольшое бюрократическое приключение в поликлинику и спокойный заезд в санаторий. По вопросам я буду стараться по ходу презентации на них отвечать, если что, уже в конце каждого блока более подробно рассмотрим вопросы. На какие не получится ответить по ходу. Четвертый пункт – санаторно-курортная карта. Еще один очень важный пункт, очень важный блок, и много вопросов с этим связаны. Да, очень хорошее замечание. В каждом санатории, в котором я была, проживала, с программами осмотра и любыми-любыми темами, всегда говорят, имейте санаторно-курортную карту. Хотите ли вы лечиться или хотите просто пребывать, пожалуйста, предоставьте санаторно-курортную карту. Для чего это сделано? Для того, чтобы даже если есть санаторий-бассейн, вы просто хотите им пользоваться как обычным бассейном, плавать или просто стоять в нем. Для того, чтобы избежать возможных каких-то противопоказаний по состоянию здоровья, например, физических нагрузок в виде плавания и другое, санаторий просит вас сделать санаторно-курортную карту, в которой будет прописано, что это допускается. Может быть, это утрированный случай, но все же многие объекты размещения эту санаторную-курортную карту просят как обязательно, основательно для любой программы пребывания. Но это тоже не стопроцентная гарантия, что если вы берете оздоровительную программу, когда мы называем ее просто отельным размещением, вас не заселят. Скорее всего, заселят. То есть в подавляющем большинстве случаев заселят. Если мы говорим, что нам ничего не нужно, мы будем просто проживать, пить водичку, гулять и так далее. Но как только у проживающего гостя возникает мысль, может быть, мне принять минеральную ванну, и он обращается за данной процедурой в санаторий, чтобы ее оплатить, встает вопрос о показаниях возможности применения данной ванны конкретному гостю или какой-то грязевой аппликации и так далее. Поэтому многие санатории для того, чтобы избежать каких-то неприятных, непредвиденных случаев, всегда просят эту карту. Можно ли сделать ее на месте? Если, например, в случае, когда турист из города или поселка, в котором нет медицинских учреждений, или очень сложно записаться на приемы и пройти обследование, да, на месте можно сделать. Практически всегда. Бесплатно или платно. Даже если санаторий говорит, что оформление карты входит в вашу стоимость пребывания, мы сделаем ее бесплатно, это немного недосказанность, потому что некоторые процедуры, в которых нет санатория, например, та же самая флюорография, она отправляется для того, чтобы гость ее сделал, в стационарной поликлинике, в больнице, за дополнительную плату эта услуга. Это может быть даже бесплатная какая-то поликлиника, но эта процедура будет за доплату. Поэтому средняя стоимость санаторно-курортной карты изготовления это примерно тысяча-полторы тысячи рублей. Это я в среднем беру. И время изготовления в среднем, опять же, два дня. То есть если мы берем с вами путевку на 10 ночей, и мы не сделали санаторно-курортную карту, то мы с вами потеряли эти два дня. Поэтому хотим лечиться или предполагаем, что на месте захотим получить какие-то процедуры, говорим гостю, сделайте санаторно-курортную карту. Пройдите обследование в поликлинике. Ну, либо за дополнительную плату, также можно оформить ее в различных медицинских учреждениях. Соответственно, с осмотром. Питание по системе меню-заказ. Очень многие санатории работают именно по такой системе. То есть это не шведский стол, не частичная шведская линия. Особенно после ковида, когда были очень строгие ограничения по предоставлению питания, все санатории, ну, не все, конечно, большинство перешли на питание по системе меню-заказ. Особенно уровни звездности до 4 звезд. Но это не значит, что гости останутся голодными или не смогут, не дай бог, что-то выбрать, что им будет по душе и что им понравится. Даже в самых простых санаториях, уровня 2 звезды или категории без звезд, предлагают отличный, качественный набор блюд. Если мы не говорим о каких-то специализированных диетах, которые прописываются, например, мы проживаем поздравительнее с вами в путевке, нам будут обязательно предложены и блюда из рыбы, и из мяса, и на завтрак, и молочные продукты, разные виды каши, и, опять же, блюда из рыбы, из мяса, и котлетки, и различные десерты. И это будет баланс обязательно из овощей, баланс обязательно из белковой составляющей меню и углеводной составляющей меню. Потому что если мы с вами проживаем в городах-курортах, и если, например, это горные гористы Кисловодска или Железноводска или Пятигорск, даже если мы с вами просто гуляем по городу, не преследуя цели обойти все терренкуры и заняться здоровым образом жизни, мы все равно будем терять веси, потому что это большая затрата энергии ходить вверх-вниз, чередуя эти обычные прогулки с кардиотренировкой. Мы даже это не замечаем, насколько наш организм становится сильнее. И за счет этого сбалансированное питание стабильно три раза в день, а в многих санаториях есть и пятиразовые приемы пищи с перекусами. Это очень важно. И каждый санаторий уделяет этому большое внимание. Поэтому если мы выбираем даже простой санаторий с хорошим набором процедур, но звездностью невысокой, не самым лакшери-размещением, мы можем быть уверены, что нас накормят, нас и ваших туристов, гостей обязательно накормят до отвала и хорошей, сбалансированной едой. Если мы говорим о санаториях четыре звезды уровня или выше, то это объекты размещения, которые позволяют себе шведскую линию, позволяют себе питание по системе шведский стол. Времена ковида это требовало определенных вложений для создания специальной линии, которая сделает так, чтобы гости сильно не пересекались друг с другом и соблюдали какую-то дистанцию. А сейчас, в текущих временах, это так и осталось, большие, хорошие, добротные шведские линии с питанием по системе шведский стол, где можно выбрать все, все, что гостю будет угодно. Но это, как правило, санатория четырех звезд, уверенных четырех звезд и выше. Это такие особенности размещения. Давайте с вами пойдем дальше и перейдем в мой любимый город-курорт Железноводск. Как его только не называют. И жемчужина, кавказских минеральных вод, и маленькая Швейцария, и все, что угодно. Но это точно самый зеленый курорт кавказских минеральных вод. Он самый маленький, компактный, но очень уютный и безумно красивый за счет своей особенности рельефа. Что у нас здесь особенного? Это достаточно большой курортный парк в районе 200 гектаров и больше. К 2003 году по плану в целом реконструкции курортов кавказских минеральных вод запланировано увеличение данного парка до 1200 гектар. Это будет огромный парк, который будет включать не только гору Железную и сам пригород Железноводска, но и дальше, ближе к станции Биштау, там, где находится санаторий, например, Долина Нарзанов, туда в сторону поселка Иноземцево. То есть забытые терренкуры в 1200 гектар в скором времени появятся в Железноводске. Это можно будет за две недели не обойти. Что еще примечательно в Железноводске, это, безусловно, локалиты. Когда мы приедем в этот курорт или отправляем наших гостей, они обязательно вернутся с новым словом в своем словаре, это локалиты. На каждом углу все будут рассказывать. Что же это такое? Это такие особые горы, несостоявшиеся вулканы, которые примерно на ровной равнинной территории неожиданно откуда-то появляются вот такие вот горы, холмы. Безумной красоты это невероятный, удивительный пейзаж, за которым, даже только за ним, стоит поехать в Кавказские минеральные воды, особенно в Железноводске, в Пятигорске и Сентуки, так как это объединение как раз по территории расположено в районе этих локалит. Создается невероятное ощущение нахождения на этих курортах, когда сбоку есть неоткуда взявшаяся гора, полное ощущение, что ты находишься где-то в Полинезии с как раз вот этими небольшими вулканами на их островах. Это все у нас здесь есть. Только в отличие от Полинезии наши локалиты наполнены источниками минеральных вод, которые оздоравливают наш организм. Что еще по Железноводску стоит отметить? Каждый курорт имеет свой лечебный профиль. Это не значит, что если я приеду в Пятигорск, там лечебный профиль опорно-двигательный аппарат, больше ничего, кроме опорно-двигательного аппарата, мне предоставить не смогут. Это не так. Есть обязательно сопутствующие факторы, сопутствующие профили и органы дыхания. Очень много программ сейчас восстановления после ковид в каждом объекте, в каждом курорте. Это, безусловно, и желудочно-кишечный тракт, и лечение нервной системы. Это все может предлагать каждый санаторий как сопутствующий профиль лечения. Но номер один, всегда самый акцентный, он один. Это один профиль лечения в каждом курорте. Он определяется за счет того, какой состав у минеральной воды в данном конкретном регионе. Железноводск у нас имеет более 20 источников. Минеральный вод, ну, здесь больше 10, но больше 20 тоже верно. Минеральных источников, самый известный из них славяновская и смирновские минеральные источники. И их состав способствует лечению желудочно-кишечного тракта и урологии. По санаториям еще хочу отметить, что в Железноводске небольшой курорт, но когда туроператоры создают туры в данный курорт, они очень часто включают еще рядом соседние регионы, поселки, не регионы, прошу прощения, а поселочки, курорты. Например, Иноземцево поселок, поселок Бештау, где у нас долина Нарзанов санаторий. В Иноземцево у нас не только лесной санаторий, но еще и Машук Акватерм туда добавляют. И поселок Новотерский, который еще ближе к аэропорту, где-то примерно минут 15-20 ехать, где находится прекрасный санаторий минеральной воды. Четыре звезды мы с вами поговорим. Да, названия минеральных вод, они у нас вот здесь отображены. Это славяновская и смирновские минеральные воды. Они у нас относятся к типу горячие углекислые источники. Для принятия внутрь в разных локациях, бюветных их где-то охлаждают, где-то делают средние температуры, для того, чтобы можно было принять. Что я хотела еще сказать. А, есть еще Лермонтовский тоже источник, достаточно известный становится в последнее время. Но вот эти два самые хитовые источники. Их можно встретить не только в Железноводске, но и в санаториях других курортов. В Есентуках и очень много в Кисловодск везут как раз в Славяновскую и Смирновскую воду. И там не только нарзаны. Что еще хочу сказать по этому курортному городку. Получается, вот он весь здесь отображен. Очень компактно сложен вокруг подножия горы Железное. Вот здесь оно сзади. И на ней как раз расположены все таренкуры. Безумной красоты, хочу вам сказать. И если мы хотим, проживая в самом крайнем санатории 30-летия Победы, доехать, например, до этой части Дубравы, полюбоваться на город Биштау, она вот с этой стороны, где-то примерно в 3 километрах, но ее прекрасно видно из каждого санатория здесь. Есть Яндекс.Такси, и до 100 рублей мы спокойно доедем по территории Железноводска. Плюс есть маршрутные такси, автобусы, никакой замкнутости и какой-то транспортной недоступности в курорте нет. Кафе, рестораны в небольшом количестве, но есть. Есть большой дом культуры, построенный в лучших советских традициях, такого громадного конструктивизма, простые линии. Там есть также кафе, кинотеатр, проходят какие-то интересные мероприятия. Несмотря на то, что в каждом санатории кавказских минеральных вод есть веселые вечерние мероприятия, это обязательно либо живая музыка, это обязательно танцы, там очень активные люди отдыхают, это стереотип, что туда едут очень пожилые люди, которые не выходят, не двигаются, это абсолютно не так. Есть развлечения, есть жизнь после процедур в санаториях, и также достаточно много в Железноводске отельного типа размещений. У нас они на сайте представлены, но сегодня мы больше концентрируемся на санаторном отдыхе. Итак, мои любимые локолиты безумной красоты, и какие достопримечательности в Железноводске, чем еще можно заняться, помимо отдыха в санатории, если мы приезжаем сюда, например, на выходные, как тур выходного дня, или с группой друзей, или с семьей, чтобы подышать этим воздухом, наздоровиться или начать здоровый образ жизни. Чем можно заняться? В Железноводске много достопримечательностей, здесь все, естественно, бы не уместились. Я отметила только, наверное, свои субъективно любимые. Курортный парк Железноводска. Это мое любимое место в городе. Парк недавно реставрирован, как и весь в целом Железноводск. Он постепенно, каждый объект реставрируется, что не может не радовать, становится чище, симпатичнее, и каждому объекту надают какое-то значение. Либо возвращают ему статус в санатории, либо делают музей и так далее. То есть не забывают памятники культуры и истории. Итак, курортный парк Железноводска. Он расположен на горе Железная. У нас, по-моему, здесь есть ее фотография. Вот она. Гора Железная, это, по-моему, Тельмана торчит. Вот с той стороны у нас идет основной террен-кур по парку. Там поднимается каскадная лестница, которую продлили к озеру Тридцатка. Он на самой окраине вот здесь находится. Сюда поднимается, и вот еще где-то примерно к Тельмана спускается еще одна лестница. Это все курортный парк Железноводска. Это не просто деревья, посаженные, мы там между ними гуляем. Это парк, где мы натыкаемся на различные интересные объекты. И такое яйцо судьбы его называют. Огромная каменная фигура с яйцом. Таким яйцом. С изображением фигур мы загадываем желание и катим это яйцо. Пока мы поднимаемся наверх, здесь лавочки, фонтаны. Очень красиво. Отдохнуть можно. Можно пойти влево-вправо. Там начинаются террен-куры разной степени сложности. Их три основных. В Железноводске. До самого верха поднимаемся. Там Сомирновские источники. Там вивец с минеральной водой. Можно чуть-чуть выпить воды, если вам доктор прописал. Все-таки это лечебная вода. Мне рекомендуется ее употреблять как обычную, по своему собственному желанию. Чуть-чуть. Для пробы. Если поднимаемся до самого верха, уходим влево. Дальше мы можем дойти до дворца Эмира Бухарска. Очень красивое здание в таком восточном стиле. Сейчас принадлежит санаторий имени Тельмана. Здесь, собственно, будет корпус. Насколько я помню, они еще его не продают. Но это точно я не помню. Надо будет посмотреть. Так он к ним относится. Он, собственно, недалеко от него и стоит. И сзади тоже начинается с другой стороны курортный парк. Также инсталляции в этом курортном парке есть посвящены Великой Отечественной войне. Очень такие душевно-эмоциональные и интересные инсталляции представлены. Курортный парк, вот как раз эта лестница, берет свое начало от озера Тридцатка рядом с санаторием 30-летия Победы. Но они никак это друг с другом не связывают. Санаторий говорит, что озеро украло его имя. И это озеро само по себе тоже достопримечательность города, потому что это реальная фотография, моя собственная, в ноябре сделанная. Тоже имеет свой шарм какой-то. Это ноябрьская погода и эти цвета. Да, Дубрава с другой стороны. Сейчас вам покажу ее на карте. Озеро Тридцатка относительно недавно тоже ее очень сильно реконструировали. Сделали пляжную зону. Здесь собирается весь город летом, потому что очень жарко. Пляжная зона. Большой комплекс игровой для детей. Такой детский городок. Есть кафешки полноценные. Такие даже, я бы сказала, рестораны. Ближе к лестнице, которая поднимается, и площади феррума. И такие палатки с едой, где можно кофе купить или что-то перехватить, поесть. Большая, длинная часть набережной занята. Специальными физическими, упражнения физическими, тренажерами. Тренажерами отличного качества. Это место само по себе. Вот достопримечательности. Можно выехать на целый день и найти там, чем заняться. Отдельного внимания стоит Пушкинская галерея. Конечно, это место исторически важное. Местные жители любят говорить, что Пушкинская галерея похожа на их левую башню и на еще Лермонтовскую галерею в Кисловодске за счет того, что ее построили. Это первые объекты в мире, построенные не с нуля, из привозных каких-то материалов точных, а именно из готовых материалов привезли конструкции. Например, вот эти там окна целые привезли и вот так собрали, как конструктор. Пушкинская галерея – место историческое, потому что посещали ее многие известные люди, они там выступали. И сейчас эта галерея остается такой же концентрацией изобразительного искусства, как и была ранее, как и должна быть. Часть крыла там предоставляется под какие-то выступления, концерты, либо художественные выставки. Другая часть крыла, если мы зайдем, там можно купить сувениры местных художников и ремесленников. И очень красивые ванны Островского. Островские ванны, они имеют такое косвенное отношение к известному писателю. Не в честь него названы, но в честь его, по-моему, брата родного, который был министром в прошлом. Островские ванны прекрасны сами по себе, визуально. Они сейчас реновированы и необычно смотрятся. Опять же, такой восточный стиль, похож на дворец Эмира. Очень красиво вписываются в эту территорию вообще всего Железноводска. Это, конечно, не все достопримечательности. Очень любят местные жители показывать дом Лермонтова, откуда вот он последнюю ночь, где он переночевал и отправился на дуэль. Вообще, я бы сказала, если мы приезжаем на Кавказ, приезжаем в Кавказские минеральные воды, надо обязательно брать с собой томик стихов или любых других произведений Лермонтова, потому что там все пропитано им и памятью о данном писателе. И, конечно, символом всех курортов является орел. И он там везде. Можно даже делать какой-то челлендж, если мы путешествуем по всему курорту, сколько орлов можно нафотографировать, пока мы путешествуем или проживаем в каком-то регионе. Вот здесь как раз на озере Трецапка, откуда я сделала фотографию, стоит прекрасный орел, скульптура. Так, теперь по санаториям в регионе. Стереотип о том, что все санатории это какие-то, что-то из прошлого нам досталось, и туда путешествуют только возрастные люди по профсоюзным путевкам, уже давно неправда, да и был ли он вообще когда-то таким. На курортах очень много современных, красивых объектов размещения, санаториев, которые предлагают прекрасную медицинскую базу. Кстати говоря, любой санаторий очень хорошо оснащен и заточен под лечебные процедуры, поэтому выбирая даже простой объект размещения с категорией без звезд или две звезды, мы можем быть уверены, что на лечение и оздоровительные процедуры, лечебные процедуры там сделан акцент. Может быть более простое размещение, но всегда очень качественное лечение с врачами высокей международной категории. Санаторий Плаза расположен в центре курорта, вот здесь он смотрит на гору Биштау, там у нас сбоку гора Медовая, это локалиты наши, и здесь вот прикрыта как раз гора Железная с нашими терренкурами. Вот здесь у нас лестничка обозначена, курортного парка. Буквально две улицы, два шага, и мы можем стартовать на наши терренкуры в курортном парке Железноводском. Плюс мы находимся в центре города, рядом есть все, все достопримечательности, какие хотим посмотреть, хотим просто прогуляться по городу, но нужно понимать, что город холмистый, гористый. Если есть проблема с передвижением, а хочется гулять, но хочется более ровного плоского курорта, это не Железноводск, это только Ессентукин. Да, лестница для спортсменов, или кто хочет ими стать. Если мы говорим про Дубраву, она у нас размещена, Дубрава как раз две звезды, но прекрасный санаторий. Очень его люблю. Вот он здесь расположен, получается, на этой окраине, и вот так улыбкой тянемся до 30-летия Победы. И здесь вот плаза у нас посерединке находится. Санаторий уровня 4 звезды, очень уверенные 4 звезды, прекрасно имеет зону СПА, хорошие номера. Это очень качественные 4 звезды, всегда имеют спрос, преимущество все при данном объекте размещения. Следующий санаторий – это источник, это первый санаторий 5 звезд в Железноводске. Он входит в семейство источников Ессентуках, которые 4 звезды, этот 5 звезд, новый объект размещения в 2022 году открыт. Для гостей, которые имеют повышенный спрос к размещению, к комфортности, к уровню проживания, и, соответственно, которые хотят принимать лечение и жить в Железноводске рядом с парком. Вот он здесь расположен, сзади него начинается гора Железная. Что тут сказать, санаторий на уровне для отдыха СПА, и для лечения он прекрасно тоже подойдет. Санаторий Долина Нарзанов, тот, который у нас немного оторван от города, он, если вот здесь в Железноводске, он расположен здесь рядом со станцией Биштау. В Железноводске есть тоже железнодорожный вокзал, в Железноводске так и называется, совсем относительно тоже недавно. Пустили электрички, которые ходят не до Биштау, как раньше, а ходят до самого города Кисловодск. Правда, два раза в день, и только по выходным, но все же для железнодорожного вокзала в Железноводск это уже прорыв, потому что долгое время он был использован не под назначением, то есть просто как музейный экспонат, как станция дилижансов, когда-то. Санаторий Долина Нарзанов, для кого мы порекомендуем? Для тех, кому не требуется и неинтересно выходить за пределы своего санатория, кто сконцентрирован больше на лечении и на то, что предлагает сам объект размещения. Без муравейников, когда большое количество гостей, туристов, без шума, мы очень аккуратно, уединенно живем в безумно красивом зеленом месте со своей парковой зоной и терренкурами, и если уж очень захотим проветриться, сменить обстановку, мы сможем легко доехать до Железноводска, там минут 7 ехать. Следующий санаторий, который, наверное, знают очень многие, это Машук Акватерм, он расположен в поселке Иноземцево, это не город Железноводск, ехать минут 20 до самого города Железноводска. Санаторий известен, конечно, своими термами, итальянские термы, вот здесь они отображены на картинке, и внутри есть бассейны, и снаружи есть бассейны. Это не термальная вода, это... Бассейн, скажем так, бассейн, который дает возможность гостям как СПА-процедуры, так и получить СПА-процедуры, или просто поплавать, расслабиться. Санаторий уровня 4 звезды. Что могу еще отметить по данному объекту размещения? Комфортные номера, достаточно простые, но хороши, без всего лишнего. Но плюсом является территория, так как объект размещения оторван от города, от основных терренкуров, он создал себе вокруг вот здесь большую-большую базу свою для прогулок. Ну, в общем, свои терренкуры, свой парк. Вот здесь тоже видно, как он большой, и получается вот эта часть тоже его. На территории есть такое небольшое азерцо, там даже, по-моему, разрешают ловить рыбку, если я не ошибаюсь. Летом здесь располагаются отдыхающие санатории для принятия солнечных ванн. Прекрасное тоже объект размещения для того, чтобы туда уехать, отдыхать, и в целом не выезжать из него. У нас есть термы, у нас есть питание, у нас есть территория, где можно гулять, и развлечения также в санатории имеются, предоставляются. Да, термы просто так называются. Ну, как аналог возможностей для такого хорошего, роскошного велнос-отдыха. Все-таки мы выплываем из этого бассейна на улицу, там все очень красиво обставлено. Но в объекте в самом... Да, с подогревом и в зимний сезон тоже. Сам объект размещения обладает хорошей лечебной базой, и они предлагают минеральные ванны, но это не оно. То есть это не минеральная вода. Санаторий минеральные воды, не путать с аэропортом минеральные воды, расположен в поселке Новотерский. Он... Вот сам поселок, сам объект размещения здесь, на берегу озера вот такого живописного. Опять же, со своей большой территорией, потому что он удален от города, и нужно где-то свои терренкуры прогуливать гостям. Поэтому со своей красивой территорией хорошей обустроенной. И если очень захотеть, можно в течение где-то примерно часа-полтора от санатория дойти аж до озера Тридцатка. Он здесь расположен, здесь есть дорожка до озера Тридцатка, соответственно, санаторий 30-летия Победы, и гора Железная с ее терренкурами и интересными локациями. Ну и аэропорт у нас вот здесь севернее. Такой же санаторий, как Машук-Акватерн, в плане того, что внутри санатория есть все, что нужно гостям для отдыха. Это прекрасное питание, зона отдыха, спортзалы, своя лечебная база, терренкуры. Это как все в одном месте. Опять же, никуда выезжать не нужно. И давайте ускоримся то, что-то я зависла на Железноводске. Ну, это мой любимый курорт. Надеюсь, вы простите. Город Пятигорск. Город Пятигорск известен тем, что он был основан аж в 18 веке, имеет более 40 минеральных источников, которые не имеют названия. Если Железноводск – это Славяновская и Смирновская, если Кисловодск – это Нарзаны, и Ессентуки – это Ессентуки, то Пятигорск – это просто минеральные источники. Их 40, они все отличаются. Железноводск очень красивый. Он такой компактный, красивый, зеленый. И локалит. Если вы увидите эти горы вживую, вы меня поймете. Гора Бештау – одна чего стоит. Она видна с разных концов города. Она такая огромная и очень красивая. Кисловодск красивый, да, по-своему. Ну, каждому своему. Мы еще до него дойдем. Да, мне тоже нравится. Так, Пятигорск. Не имеет названия. Еще отличие Пятигорска от остальных курортов, только там имеется источник радоновых вод, вода, в которой присутствует радон. Это самый концентрированный радон на территории всей Российской Федерации, всех наших курортов. Второй поблизости курорт после Железноводска к аэропорту. И лечебный профиль у него – это опорно-двигательный аппарат, в основном из-за того, что есть возможности для принятия радоновых ванн. По показаниям. Радон не находится в санаториях. Радон есть только в двух лечебницах – в нижней и в верхней. Если выписывается радон, то назначение происходит в одну из этих лечебниц, которые ближе всего расположены, либо к верхней, либо к нижней. И санаторий в гостей доставляют. Не отправляют пешком, а доставляют до данных лечебниц и обратно потом забирают. Патикорск – тоже город гористый. Несмотря на то, что акцент есть на опорно-двигательный аппарат, все равно для прогулок, если есть сложности, какие-то с перемещениями достаточно сложно будет. Не самый плоский курорт. И если у нас гости с ограниченными возможностями физическими, если у нас есть колясочники, то найти санаторий, в котором были бы номера, приспособленные для отдыха данных гостей, либо специальные лифты, пандусы и так далее, достаточно сложно. Как ни странно, курорты практически не оборудованы этим. И в Пятигорске единственное, что мы можем найти, несколько санаторий, в которые имеют специализированные номера. Это не один на весь объект размещения, как в других курортах. Это полноценный корпус. Это санаторий «Лесная поляна». Здесь он отображен. Расположены у подножия горы Машук. Какие достопримечательности у Пятигорска? Ну, Пятигорск, во-первых, это крупный город. Полноценный город с несколькими учебными заведениями. Там есть, куда выйти, есть нормальная, хорошая городская жизнь. Поэтому там не скучно. Пятигорск известен и знаменит своей канатной дорогой. Можно подняться на гору Машук, оттуда прекрасные виды открываются. И с горы Машук, как раз вот в этом месте, еще одна основная достопримечательность – это озеро Провал. Внутри образовалась с такой бирюзово-лазурной водой, такая пещера с озерцом. И на скале изображена, икона изображена. Тоже много легенд ходит по поводу этого места. Это же все-таки неудавшийся вулкан. Соответственно, почему провал, почему икона там расположена? Все потому, что есть легенда, что когда-то этот вулкан должен был взорваться, и накопившиеся газы внутри данной скалы не вырвались наружу, потому что произошел провал, и образовалась вот эта пещера. Соответственно, все обошлось, все было хорошо. Еще это озеро известно по роману «Двенадцать стульев», если я не ошибаюсь, где Остап Бендер продавал вход в эту пещеру за деньги, хотя она бесплатная. И здесь же рядом с входом есть ему памятник. Интересное также место, конечно, это сам курортный парк города Пятигорск, который расположен рядом с горой Машук. Ну, сконцентрирован, конечно же, там со своими тарынкурами, вот в этой части. И есть Лермонтовская галерея, очень похожая на Пушкинскую галерею, которую мы видели с вами в Железноводске. Та же самая конструкция, ее принцип. Здесь, опять же, проходили концерты, и то же самое продолжают по традиции соблюдать их в текущее время. Одна часть, он тоже разделен на две части, одна часть предназначена для проведения концерта, вторая под какие-то сувенирные лавочки. Озеро Тамбукан еще я добавила в достопримечательство Пятигорска, потому что оно ближе всего, собственно, к этому городу. Озеро, откуда берут лечебную грязь для процедур, и на основе которой делают косметику. Место дуэли Лермонтова, оно, насколько я читала, не зафиксировано на 100%, но предполагаемое место дуэли Лермонтова – это здесь. Поэтому Пятигорск и Лермонтов, они неразделимы между собой. Все указано на то, что когда-то здесь был поэт, и здесь его завершилась жизнь. Разные знаковые места, где он был, проводятся обязательно литературные вечера, представления, когда читаешь об этом городе, когда приезжаешь в этот город, все напоминает о известном писателе. Так, давайте поедем с вами дальше и посмотрим санаторий, который мы предлагаем в Пятигорске. В Пятигорске у нас из всех других объектов, из всех других курортов не самый большой набор санаториев, но достаточно четкий. Один из них – Пятигорский ЦВС, расположен у подножия горы Машук, прямо недалеко от подъемника. Хороший уверенный санаторий уровня 3 звезды, удобно для совершения терренкуров. Есть свой небольшой бассейн, хорошая лечебная база, простые комфортные номера, такой классический санаторий 3 звезды. Дальше. Профсоюзный санаторий «Лесная поляна». Я практически не включала в презентацию профсоюзный санаторий в текущую, но про этот не могу не рассказать. Данный объект расположен вот с этой стороны горы Машук, недалеко от места, собственно, дуэли Лермонтова. В чем преимущество этого объекта? Во-первых, в том, что есть специальное отделение, называется спинальное отделение, где есть номера для размещения гостей с ограниченными возможностями и их сопровождающих. Это раз. Второе. Они постепенно реновируют каждый свой этаж. И есть простые номера. Они не что-то, что мы представляем, такое из прошлых времен разваливающееся. Нет, это хорошие, простые, лаконичные номера без каких-либо излишеств стандарта. И номера комфорта. Это первые два этажа корпуса. Они выглядят вот так. Номера первой категории. И весь тоже этаж, он так сделан, уже реновирован, со вкусом, со стилем. И данный объект размещения имеет очень известного главврача, который разрабатывает программу по лечению сахарного диабета, которым делается очень большое внимание в этом объекте размещения. Это, конечно, больше для темы наших следующих вебинаров, для того, чтобы определить санатории, и которые имеют какие-то определенные особенности в программах или процедурах. Но что стоит запомнить, когда мы приезжаем в Пятигорск или выбираем объект размещения, что лесная поляна один, на мой взгляд, один из самых сильнейших санаторий в поле лечебной базе своей. И возможности разного вида размещения, что тоже в плюс. Хочу бы комфортнее, могу выбрать номера комфорт. Если это не играет для меня роли, могу выбрать номера стандарт попроще. Плюс это близость к парку с большой территорией Терренкура. Санаторий Родник расположен с другой стороны горы Машук, немного так на возвышенности. Даже если мы поднимаемся здесь, прекрасный вид на город Пятигорск уже открывается. Очень хороший санаторий уровня 3,3 звезды плюс, я бы ему дала. Простые номера, но комфортные. Единственный нюанс, они достаточно маленькие в сравнении с другими. Возможно, с объектами размещения есть такая у них особенность. Но в остальном санаторий прекрасный. Очень хорошая лечебная база, есть свой небольшой бассейн, есть свои... это тоже больше к теме следующих вебинаров, но свои специальные аппараты, как магнитный турботрон, которым они гордятся и постоянно об этом говорят, что купили второй и так далее. Прекрасный объект размещения с несколькими корпусами. Это основной корпус, корпус Б, есть еще корпус 10А расположенный туда дальше, он уходит. И несколько корпусов, которые являются таким историческим памятником, которые отстроены в 19 веке. Такие своего рода небольшие, ну, как виллы. И переезжаем с вами в Ессентуки. Самый равнинный курорт Кавказских минеральных вод. Если я хочу много гулять, но очень тяжело мне вверх-вниз, тяжелая переносимость неровных поверхностей, то, конечно, это Ессентуки. Когда мы туда приезжаем, после других курортов, очень сразу видна разница в нем. Не могу сказать, что он полностью равнинный, конечно, там есть свои перепады, и наклонные улицы, и подъемные улицы, но из всех курортов он самый плоский. Ессентуки, естественно, известны своей минеральной водой, которая продается у нас по всей стране. Ессентуки 4.17 и Ессентуки новые. Концентрация санаториев происходит здесь, в центральной части, вокруг, не вокруг, а рядом с двумя парками, по которым можно совершать, собственно, терренкуры или прогулки, лечебные терренкуры или просто прогулки. Это парк у нас, парк Победы, и курортный парк вот с этой стороны. Какой у нас профиль у ессентуков? Это желудочно-кишечный тракт и акцент на обмен веществ. Достопримечательности. Ессентуки, когда кто-то о них говорит, всегда приходит в голову визуальная картинка больного грязи лечебницы имени Симашко, которая выполнена в таком греческо-римском стиле, с колоннами, с черепичной крышей. Очень красивое, монументальное, огромное здание, которое привлекает туристов, привлекает отдыхающих, местных жителей. Если гулять по ессентукам, и жить в ессентуках, обязательно здесь увидите свадьбу, потому что есть такая традиция приехать, фотографироваться около грязи лечебницы, больного грязи лечебницы. Санатории, которые не имеют своей большой обширной лечебной базой для возможности предоставления таких услуг, как какие-то ванны, то есть больного терапия, лечение через воду, отправляют назначение, выписывают назначение на ванны именно в эту грязи лечебницу. И, собственно, аппликации грязи тоже делают здесь. Еще одна достопримечательность ессентуков – это питьевая галерея Пятитысячник, такая большая, круглая, на фоне нее великолепная гора Машук. Почему Пятитысячник? Потому что может вмещать пять тысяч гостей. Большое монументальное здание, мраморное, такое классическое, в лучших традициях советского конструктивизма. Внутри и греческие скульптуры, и, собственно, такие длинные питьевые бюветы, откуда разная, подается разной температурой вода. Все три вида воды, ессентуки 417, новая, все присутствуют в этой питьевой галерее. Она расположена на территории санатория Виктория, базовая санатория Виктория в Ессентуках. Также недалеко есть санаторий Русь, четыре звезды, а Виктория у нас попроще, не имеет звездности, но без звезд категории относятся, и они всегда гордятся, что вот даже санатория Русь к нам приходит попить-то водички. В целом, любой отдыхающий может зайти в данную питьевую галерею и попробовать ессентуки. Но без, как мы знаем, без фанатизма. Курортный парк. Вот он здесь расположен. Еще одна из достопримечательностей ессентуков. Красивый курортный парк, в котором находится отделение павильон механотерапии. Я думаю, что все знают, но каждый раз находится человек, который не знает, где снимали, что здесь снимали как раз фрагменты из «Любовь и голуби» с этими тренажерами. Он до сих пор работает. Туда можно прийти. Там тренажеры с многолетней историей, но в прекрасном рабочем состоянии. И на себе ощутить, что даже две минуты на каком-то тренажере по, например, воздействию на кисть, после него ощущаешь действительно эффект, что это все работает, это не придумано. Всем рекомендую, кто будет в Ессентуках, обязательно уделить время и зайти в этот павильон. Там все дышит историей и еще эффект оздоровительный получен. Интересное место, относительно новое для кавказских минеральных вод. Рио-де-Кавказ. Храмовый комплекс, названный так в честь, собственно, Рио-де-Жанейро и то, что у них есть статуя Иисуса Христа у ессентуков на окраине города, вот такой небольшой комплекс, тоже есть своя статуя Христа, которая самая высокая считается на территории России. Что еще интересно, с этого места, если мы поднимемся сюда повыше к статуе и посмотрим вперед, и будет хорошая погода, не облачная, мы увидим великолепный снежный Эльбрус. Вот ради этого вида сюда точно стоит приехать. Плюс красивое место, такой небольшой красивый парк со своей аллеей знаменитых ученых, тоже стоит внимания. И Свято-Георгиевский женский монастырь тоже находится за пределами города Иссентуки, но все в близкой доступности, то есть минут 10-15 ехать из какой-либо точки города для тех, кто хотел бы посетить святое место и поклониться мощам Георгия Победоносца. А теперь посмотрим по объектам, что мы можем предложить в городе Иссентуки. Плаза Иссентуки такой интересный объект размещения, нетипичный санаторий, его трудно назвать санаторием, поэтому он, скорее, пансионат, либо они себя называют гостиночно-рекреационно-ресторанный комплекс. При отеле есть прекрасный ресторан, при пансионате. Предлагаются лечения, плюс расположение совсем рядом с курортным парком, можно гулять до бесконечности. Мы находимся в самом центре Иссентуков. Очень качественное, хорошее размещение уровня 4 звезды. И плюс с возможностью лечения. Следующий санаторий Русь, очень известный объект, один из лидеров продаж, такой хит-продаж. Современный санаторий с хорошей базой лечебной, прекрасным спа, несколькими бассейнами, вот здесь только один из них представлен, полноценный спа и wellness отдых. Расположен вот он здесь, как раз вот эта круглая питьевая галерея пятитысячника, о которой мы говорили, и вот здесь территория санатория Виктория, и сзади нее идет у нас Русь. Санаторий Нева. Это прекрасный пример санатория, который смог на своей базе выстроить программу пребывания и в целом размещения, уходя от каких-то, возможно, профсоюзных ограничений. Они сами подбирают себе формат то, как будет выглядеть номер, сами закупают еду, сами выстраивают лечебную линейку. Здесь тоже есть главный врач, который делает акценты сейчас на лечении, нарушении обмена веществ, сахарного диабета. Рекомендую очень этот санаторий. Хорошо расположен, адекватная стоимость, соотношение полностью цена-качество и очень приятный объект, то есть это уверенные три звезды с плюсом точным. Для тех, кто хочет и комфортно разместиться, и с акцентом на лечение. И мы переезжаем в Кисловодск. Ну, трудно не любить этот город, когда уезжаешь даже из Пятигорска, который крупный, активный, шумный город, приезжаешь в Кисловодск и понимаешь, что вот он город, вот она жизнь, она бурлит, кипит, он очень крупный, курорт федерального значения, и когда мы туда приезжаем, мы понимаем, почему все так любят Кисловодск, почему все наши клиенты хотят в Кисловодск санаторий. Он того действительно стоит. Единственное, что грустно, мы уезжаем и больше не видим великолепные локолиты. Здесь уже виднеется предгорье Кавказского хребта. Получается, Кисловодск расположен как бы, ну, заслуженно, вы его обожаете, конечно. Расположен так, в такой чаше, которая обрамляет, собственно, горы. И он немного в низине находится. Эти горы создают прекрасный микроклимат, где практически 300 солнечных дней в году. Хорошая погода, даже когда в соседних курортах идет дождь, потому что горы не пропускают много, не пропускают много тучек, дождей. Что еще в Кисловодске примечательно, это, конечно, его курортный парк, самый огромный, самый большой, рукотворный курортный парк в Европе, около 1000 гектар, безумно красивый, тоже с интересными своими локациями, как в Железноводске. В общем, Кисловодск, это, конечно, совсем другая история. В этом курорте немного другое визуальное, немного другая визуальная картинка, потому что мы видим исторические здания, какие-то старые особняки, и мы понимаем, что здесь отдыхали раньше непростые люди. И все это стараются сохранить в должном формате для того, чтобы продолжать вот это историческое погружение в курорт. Какой здесь... Ну, согласна, согласна. А Железноводск, вот, Ирина, вам как-то не нравится? Вы так реагируете, что это мой любимый курорт. Расскажите о Железноводске. А я пока про лечебный профиль. Расскажу. Здесь у нас акцент на сердечно-сосудистую систему, органы дыхания и нервную систему. И особенности расположения санатория в Кисловодске это то, что у нас есть санаторий внизу, в центральной ее части. Сейчас я ее обознаю, найду. Ну, примерно вот здесь. Вот здесь. Да, где у нас идет курортный проспект. И санаторий, который находится наверху уже в горах, можно так сказать, на высоте от 900 метров над уровнем моря. Есть тоже определенные особенности, конечно, размещения в таких объектах. Для тех, кто трудно переносит давление, гипертоников, мы не рекомендуем. Если хотим в Кисловодске, то тогда где-то на санатории внизу ищем. И вот здесь часть объектов размещения, которые также находятся высоко вот над уровнем моря, в районе от 900 метров. Так, давайте дальше с вами пойдем. Какие у нас достопримечательности Кисловодска? Как я уже сказала, безусловно, это их великолепный курортный парк, очень красивый курортный бульвар, это центральная такая улица, проспект, место, где собираются все и отдыхающие в городе, и местные жители, чтобы прогуляться, посетить великолепные кафе разного-разного уровня и порядка, посмотреть на красивые исторические здания, которые расположены здесь. Вот оно, одно из них торчит, это главная Нарзанная ванна. Очень интересный объект. И посмотрите, какие горы. Совсем другие мы здесь стоим, они так над нами возвышаются, там вдалеке безумно красиво. Также, так как это курорт очень известный, взрослый, 19 века известный, распространенный, много знати отдыхало, сохранилось много зданий, которые являются объектами культурного наследия, в том числе государственная филармония. Очень красиво как внутри, так и снаружи, также Нарзанная галерея. И в городе Киславовске, как и в Пятигорске, есть своя канатная дорога, которая поднимает нас к вершине парка. Где-то она у нас была отображена. Вот здесь она идет. По санаториям давайте пройдемся. Санаторий Солнечный. Данный объект размещения, как и санаторий МЧС, два очень популярных объекта размещения находятся вот у нас МЧС, и здесь рядом Солнечный. То есть вот в этой части города это примерно минут 30 ходьбы до парка, куда, естественно, все отдыхающие стекаются для терренкура, прогулок и для интересного времяпрепровождения. Это, можно сказать, единственный нюанс данного объекта размещения, что нет своей территории и для прогулок за терренкуром придется поехать либо пешком пройтись. Ну, на общественном транспорте минут 7 и мы на месте. Солнечный санаторий имеет большое количество различных программ пребывания, лечения, у него очень хорошая мощная лечебная база, большой классный бассейн, в котором есть такие кабинки солярия расположены и у них есть акцент на оздоровление, детокс-процедуры, антистресс, очень хорошая программа, очень мощная, они гордятся ими и активно рекламируют. Дворец Нарзанов, это наш объект, в будущем, которым в скором, очень ближайшем будущем появится на сайте, вот так, он еще в процессе у нас публикации, может быть, если кто-то был в Кисловодске, был рядом с отелем Плаза, Кисловодск, напротив видел здание, когда-то в свое время разрушенное, это вот оно, дворец Нарзанов превращается в первоклассный санаторий с очень комфортным размещением, новыми номерами, все как любят многие наши клиенты, расположен он вот здесь, прямо напротив санатория Плаза, пять звезд, рядом с санаторием имени Кирова, Кисловодский, Динепрова, все вот здесь сконцентрировано и имеют отсюда свой вход в парк. Санаторий Плаза, пять звезд, после конструкции стал полноценный, уверенный, пять звезд, открылись они в прошлом году после полной реновации, в прошлом, да, в прошлом году, если мне не изменяет память. С данным объектом размещения, как и Плаза, в Железноводске у нас очень хорошие теплые отношения, у нас в этом году представлены квотные номера, очень популярный объект, есть все, прекрасная спа, отличная лечебная база, хорошие номера, это вот все, что можно лучшего представить про санаторный отдых высокого качества и уровня комфорта, это, конечно, Плаза Кисловодск. И вот он как раз расположен напротив дворца Нарзанов, здесь такая дорожка очень в гору идущая, мы поднимаемся, поднимаемся и вверх идем к парку курортному. Санаторий Майорведа тоже захотелось его включить для того, чтобы понять и рассказать о том, что вопрос хороший, я к нему вернусь, чтобы показать, что это курорты не просто для санаторного отдыха в зданиях, которые были построены еще в советскую эпоху. Это современные развивающиеся с каждым городом курорты, где есть отельное размещение, где есть апартаменты, где есть санатории, санатории разного уровня, экономичного до суперкомфортного уровня. Каждый гость сможет найти себе то, что бы он хотел получить от отеля, от объекта размещения, находится тоже недалеко от Плазы, рядом с ходом в парк. Данный санаторий особенный, он объединяет в себе две концепции известные, не только в Кисловодске есть такие объекты, это австрийская технология медицины, майер-медицины и индийской аюрведы. При оформлении этого санатория использовались только экологические чистые натуральные материалы, там все в таком релаксирующем свете, музыке, запахе, чистоте, много зелени, и этот объект для совершенно другого уровня размещения и комфорта. Там нет шумных дискотек по вечерам, как в других санаториях, нет не такое совсем питание, как в объектах других, где там на завтрак могут предложить котлетку или жареную рыбу, здесь специально другая иная система подхода к здоровью, которая совмещает вот эти два типа медицины. Но комфортность размещения здесь, конечно, не откажешь. Это полная медитация, релакс и для вот таких клиентов, состоятельных клиентов, безусловно, которые хотят просто отключиться от этого всего мира и погрузиться в релакс и оздоровление своего организма. Также здесь используются условия Кисловодска, то есть его минеральная вода. Ну, вот это, пожалуй, все из местных источников. Чем еще заняться, когда мы приезжаем на Кавказские минеральные воды? Если мы хотим экскурсию, если мы хотим куда-то выехать, что-то еще посмотреть, помимо того, что мы можем путешествовать по данным курортам и смотреть, что там интересного, а там много всего интересного, даже половина о них не рассказала, мы еще можем с вами выехать за пределы Кавминвод, за пределы Ставропольского края и проехать, смотреть достопримечательности вокруг. первое, что предлагают, конечно, это Чигемские водопады и Голубое озеро. До Чигема ехать примерно от Железноводска где-то в районе полутора-двух часов, до Голубого озера еще где-то примерно час, ну и в среднем, если вот так обратно уже, это экскурсии на целый день, если скажем так. Чигем, ущелье, красивое огромное монументальное ущелье с бирюзовой водой протекающей, зимой застывшая вода водопадов, осенью, зимой, а летом обычные водопады. Там есть небольшие кафешки, но место стоит того, чтобы посетить действительно красивые скалы, но надо одеваться теплее, потому что очень холодно, но гид при покупке экскурсии обязательно об этом расскажет. А где купить экскурсию, если вы спросите, то это можно сделать в каждом санатории. Есть свои специальные экскурсионные стенды, на курорте также есть экскурсионное бюро, где можно заказать экскурсию. И возят, конечно, Голубое озеро, рассказывают, почему это очень глубокое, вокруг кафе, тоже небольшие магазинчики и вокруг великолепные горы. Очень красиво, классно погулять. И, конечно, возят на Архыз, Дамбай и Прильбрусия. Безумной красоты, виды. Когда мы находимся на минеральных водах, даже в Железноводске проживаем, если хорошая погода, и мы находимся где-нибудь в районе санатория Тельмана, где повыше, мы можем увидеть издалека Эльбрус. Это всегда такое захватывающее зрелище. И, конечно, когда подъезжаешь туда ближе, в эти места, горы становятся мощнее, выше, сильнее. Очень красивые получаются кадры и великолепные экскурсии. Все, кто приезжает в первый раз, обязательно рекомендуют поехать в Донбай, Прильбрусия и Нархаз. Что еще? Если мы приезжаем просто оздоровиться, отдохнуть, вести здоровый образ жизни или что-то еще такое, нелечебное, скажем, нам никто не мешает себя оздоровить в плане wellness отдыха. Здесь уже нам знакомы итальянские термы в Машу, Акватерм, это как спа-комплекс, то есть прийти, расслабиться, возможно, заказать массаж, поплавать в подогреваемом бассейне, провести приятное время. Есть суворовские ванны, они находятся примерно в 30 минутах езды от Ессентуков и плюс-минус только же от Железноводска в поселке. Суворовские ванны тоже такой комплекс с уже минеральной водой. Несмотря на то, что она имеет не самый плотный набор минералов в своем составе, не самый высокий эффект от нее виден сразу. Погружаемся в воду, это ощущается, насколько плотность нашего тела и воды немного другая, и все, что поднимается, кожа, все как будто идет вверх, и после пребывания буквально 5 минут кожа становится бархатистой, все это благодаря составу воды. Если я не ошибаюсь, там она сульфидная, но точно, досконально я не смогу вам сказать, как она называется, какой состав у нее имеется в виду, это мы с вами оставим на дальнейшие вебинары. Эффект моментальный, и я рекомендую очень эти суворовские ванны. И такой интересный необычный объект, это бесстыжие ванны, их так называют в народе, на горе Машук, из-за того, что из данного локолита бьет минеральная вода, образовываются такие естественные ванны, которые в свое время хотели облагородить, сделали небольшие ограничения, но все же эти ванны остались в народе, остались бесплатными, поэтому они бесстыжие. Еще их называют народные, но всем больше нравится первое название. Можно прийти на гору, можно туда залезть, посидеть бесплатно, ну, как бы вот такой нюанс города, не то, что мы рекомендуем это делать, просто это есть, это необычно, интересно, хотя бы даже просто на это посмотреть. А какой Кирова вас интересует? В Железноводске, в Кисловодске, в Пятикорске, по-моему, тоже. Я расскажу. Если что, по каждым санаториям, которые мы продаем, очень подробно с индивидуальными программами, это будет вот как раз цикл занимательных телепередач наших вебинаров по каждому курорту отдельно. Я сейчас буквально в двух словах и перейду к вашим вопросам. У нас заканчивается уже презентация гастрономии и покупки. Конечно, мы приезжаем с вами на Кавказ. Кавказ это еда, это кухня великолепная, пряная. Здесь совмещаются в Саваропольском крае традиции кавказских народов, кавказской кухни и русской кухни. И есть свое производство алкогольных напитков, вина, коньяка. Что привести? Масса фуминиров различных. Опять же, это специи. Это изделия из шерсти, которые изготавливаются вручную. Куда мы не приедем с вами на какую экскурсию, нам обязательно предложат носочки, которые связаны из местных овечек или овечек кого-то еще. То есть бабулечки на развале обязательно будут продавать. Можно себе взять теплые гольфы вязаные. И Пятигорск негласная шубная столица России, поэтому практически в каждом санатории обязательно еще один топ номер один по экскурсиям будет. Это выезд за шубой. Можно привезти петенники как символ сейчас пропагандируется как символ железноводска, так в целом это классический петенник для приема минеральной воды. Обязательно рекомендую всем привезти косметику из грязи местного озера Тамбукан, а также из минеральной воды, например, очищающие мыло для лица. Очень классные различные сухофрукты, другие виды еды. Ну и можно привезти какие-нибудь алкогольные напитки в виде коньяка. Так, это все. Давайте я пробегусь по вопросам. Так, что у нас здесь было, на что я не ответила. справка обязательного всех санаторий пансионата я вам сказала. Название минеральных вод железноводские я вам тоже сказала, но еще раз повторю, славяновская и смирновская. Так, Дубрава показала. Лестница для спортсменов. Про термо ответила. Так, санаторий Зори Ставрополья. По поводу данного объекта размещения мы его ранее предоставляли, но больше пока временно не работаем. Сейчас я вам точно не могу сказать по поводу Родона, но есть, так, забегая вперед, есть санатории, которые предлагают Родон не только в Пятигорске. Ну, это не значит, что они берут его где-то там у себя рядом, они привозят из Пятигорска. И есть такие санатории, которые делают грязь не аппликацией, а полным нанесением. Это тоже редкость, но это для дальнейшего с нами вебинара. Так, в плазе Кисловодске лечит опорно-двигательный аппарат. Сопутствующие процедуры по лечению опорно-двигательного аппарата присутствуют практически в каждом санатории, в том числе в плазе, потому что это многофункциональные, очень многопрофильные санатории и центры. Но если мы с вами будем делать акцент на лечение опорно-двигательного аппарата в каком-либо санатории Кисловодска, нас очень мягко отправят в Пятигорск представители этого санатория. Есть такой нюанс, поэтому если мы хотим фокус на что-то лечить опорно-двигательный аппарат, я рекомендую все-таки смотреть на Пятигорск. Если мы хотим, ну, например, в Пятигорске просто нет таких очень люксовых объектов размещения, как, например, в том же Кисловодске или Сентуках, но если мы хотим очень комфортное размещение в санатории 5 звезд и лечить опорно-двигательный аппарат, мы можем это сделать в плазе Кисловодск, но чего-то может не хватать нам, если мы говорим о процедурах в другом курорте. То же самое про тот же самый желудочно-кишечный тракт или нервную систему. В Железноводске нам скажут, если хотите пролечить свои нервы очень с акцентом, езжайте лучше в Кисловодск. Так. Где лучше для женщин по женозаболеваниям отчинения для организма типа детокс? Есть разные программы у разных санаториев с акцентом на детокс, так как санаторий солнечный свою программу представляет, как не делает никто. Поэтому я рекомендую это Кисловодск солнечный санаторий. И если мы говорим в целом о курорте, то мы можем делать акцент в сторону Железноводска. То есть Кисловодск и Железноводск я бы порекомендовала как раз для программы женское здоровье и детокс, антистресс, вот такое лечение организма. Ну, больше детокс, чем антистресс. Антистресс в целом там везде может быть. Если по санаторию имени Кирова в Железноводске. Санаторий прекрасен визуально, могу сказать. Это великолепное помпезное здание, расположенное на возвышенности. Открывается вид на гору Медову, открывается вид на Бештау. Сзади у нас расположена Железная гора. Мы все в локалитах, безумной красоты. Очень приятный внутри санаторий. Если сравнивать с тем же санаторием имени Кирова в Кисловодске, который тоже находится в историческом здании, то очень разный уровень размещения и ухода за своим объектом, скажем так. В Железноводске возможно не самые современные номера в стилистике и в дизайне, но все очень чисто, все очень аккуратно, все аппараты, которыми делают процедуры, я на это очень сильно обращала внимание, когда мы осматривали каждый объект или когда проживаешь в этом объекте, они все в очень хорошем состоянии. Я рекомендую Кирова в Железноводск рассматривать как один из тоже очень хороших санаторий в Железноводске. Единственное, что там нет бассейна, а так прекрасно. Так, еще один какой-то санаторий. Какие санатории порекомендуете для отдыха с детьми, и чтобы им было не скучно. Детские комнаты тоже, что, может быть, у кого-то удивлю, но есть практически в каждом санатории есть детская комната игровая, где можно с своим ребенком прийти и поиграть. Но если мы говорим прямо о отдыхе с детьми, полноценным клубом, программой, развлечениями, это Плаза СПА в Железноводске, это Плаза в Кисловодске, в Солнечном санатории есть свои программы. Для вот такого более полноценного детского отдыха в самом объекте размещения нужно выбирать санаторий от четырех звезд. Если мы говорим о курорте, то интересно им будет, много интересного в Ессентуках проходит, в парках, например, в парке Победа различные мероприятия интересные проводятся, в Ессентуках даже в Рио-де-Кавказ есть детский небольшой мини-детский зоопарк контактный, то есть Ессентуки тоже с акцентом на отдых с детьми. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Более детально, я думаю, мы с вами спасибо вам все же большое за внимание. Более детально будем уже рассматривать каждые санватории в процессе наших вебинаров. Да, обязательно собирайтесь и езжайте в Кавказские минеральные воды, даже в ноябре они прекрасны. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Да, точно, в любое время года. До встречи на новых вебинарах. Спасибо.